Это видео я публикую главным образом для тех, кто до сих пор почему-то пытается рассказывать мне, что Зеленский выступал в оккупированной горловке и пытается ставить ему это в упрек. Эту ситуацию я разбирал уже отдельно и ссылочка на нее в закрепленном комментарии. А то видео, которое вы посмотрите далее, обозначает и показывает позицию Зеленского на то время, на 2014 год. Кому он симпатизировал, оккупантам или все-таки нашим военным? Смотрите, убеждайтесь и если вдруг еще что-то будет непонятно, пишите об этом в комментариях. Приятного просмотра. Я рванул напередок, это Айдар был, отвез, набрал все, что было дома, поехал. Сели, наш желтый спринтер, тот, который на фронте всем хорошо известен, с сумасшедшим пробегом. Сели, поехали. Естественно, ночь длинная, утомительная, Саша лежит в спальнике, отдыхает. Ну, я первый раз, когда поехал, вообще документы забыл. Представляешь, я все блокпосты проехал без паспорта. Степанович рассказывал, говорит, кого везешь? Говорит, Янукович, это ладно. Приезжаем туда на фронт. В это время шли очень ожесточенные бои за Луганской аэропорту. И раненых свозили именно туда, где был военно-полевой госпиталь. Вот, Саш, вы забрали сразу туда, Пекалово. И он там подписывал ребятам флаги. И тогда вышли доктора и попросили, если можно, зайти там к пацанам наверх, там где в операционную, вот все это все. Тут было жестковато, конечно. У раненых, ну, был прикольный такой момент один. Прикольный, тяжелый, но интересный. Я всегда с собой ножи ношу. И зашел, и там один хлопец, ну, я даже не знаю, там очень много процентов ожогов. Родители стоят, наверное, на года 2 или 4 меня старше всего лишь. И вот он был раненый, очень тяжелоконтужный после Луганского аэропорта. Я подошел, он раз на секунду там сфокусировался, понятное дело, что там под препаратами, наверное, какими-то был, потому что обезболивающие давали. Тут меня узнал, вообще не понял, что произошло, как это так, что я тут делаю. Откриваю очи, дивлюсь, відома людина, але не зрозумію, кто. Ну, відома, не могу пригадать. Він до меня посмехается, тягне руки, я тягну руки ему, ну, тяжко. Я ему отдал нож, сразу положил, вот, и потом я его встретил на футболе этого парня. Его потом, оказывается, на реабилитации был, в Америку отвезли. Ну, подлечили, ну, ожогов на холастер. Больно все вспомнить, но вот после этой поездки Саша приехал в майке Версача, назад он уже взял в тельнике, в тельнике, который ему дали десантники с 80-ки. И провожали его криками «Слава Украине!». Приехал оттуда в тельняшке на концерт. Да в мене, понятное дело. Отдал все, что было. Ну, это было, конечно, жусто. В квартале было принято решение. Сразу после этой поездки квартал выехал на гастроли, не на гастроли, с концертом к ребятам на фронт непосредственно в Краматорский аэропорт. Мы собрались вместе, да, и, ну, типа, приняли решение, что нужно день независимости, чтобы пацанам настроить праздник, потому что им там совсем тура. И решили поехать поддержать пацану. Стояла сцена маленькая, а парни сидели кто на боевых тачках, на машинах, кто сидел на БТРах, кто сидел просто так, на чем придется. Всем привет, ребята. Мы не можем сказать точное место, где мы находимся. В общем, лесами и полями добрались мы к нашим ребятам, доблестным воинам, которые находятся, части находятся между Славянским и Краматорском. В общем, здесь мы выступаем, естественно, только с одной целью – поддержать ребят. Особенно приятно это делать в день независимости. Поддержим их вместе. Еще было такое, знаешь, такое, какое-то пограничное ощущение, что мы в такой ситуации, может быть, действительно, там, успеть несколько песен, и не, сильно они, там, не про юмор, а потом они сказали, вы просто не понимаете, что, вы не понимаете, насколько нам нужен торт. Если бы не было, мы просто не вылезли бы из этого. Нам нужна развядка. Спасибо вам. Дайте нам полный большой концерт. Мы там дали большой концерт. С юмором, со всем. Поздравляем с замечательным днем, с Днем Независимости, нашей независимой, большой, любимой страны Украины. Ура! А я стандартер фюрер ГАИ ПТРЭ. Дурочка, ты присаживайся. Да, спасибо. Хорошо, стулья железные, да? Все равно не могу понять, как она могла хотеть быть вами, если она, это коляска. Господи, да вы что не знаете коляску? Один германский укольчик, и она, бац, снова каравай. Она же специально была коляской, чтобы не быть, как Юра Фуфайка. Я патрулировал, ну, вверенный мне участок дороги, вот, и остановил помазанника Божьего. Кого? Ну, батюшку. А, ну-ну-ну. Вот, а он был за рулем в нетрезвом состоянии. А ты кто? Я инспектор ГАИ, я же говорил. А, напомни мне, кто ты? А-а-а! Я люблю свою родину, вроде бы, хоть порою искал и другой судьбы. На Майдане стояли все, вроде бы, власть в итоге сменили мы якобы. И ООН поддержала нас, будто бы. И нам стало же дети. Вы настоящие герои. Мы вам очень благодарны за подаренное то время. Мы знаем, как вы действительно заняты. Спасибо вам за подаренное время. Мы отвели дух, почувствовали вашу силу, в ваших аплодисментах, в вашем смехе. Возвращайтесь только живыми и только с победой. Спасибо вам большое. Спасибо! Мы там попали в такую... Это была и не траншея, но там был такой бетонный корпус у нее. Там пряталось, по-моему, 11 человек. Не пряталось, но имеется в виду, от стрельбы они не прятались. И вот так все было... Вокруг все стреляло, все бомбилось. Был какой-то кошмар. И они там, он не терял людей. И оттуда... В разведку они выходили. И они там были отрезаны, в принципе, от еды, от цивилизации. И от жизни, по большому счету. И с поля не стоя. Держали за счет того, что они были плотно друг к другу. То есть тело держало другое тело. Мы как раз, когда туда зашли, в этот акул, вошли, конечно, тогда это... Это было, конечно, уникально. Там такая маленькая была полочка для одной иконки. И свечечка. И все. Когда я первый раз поехал, самый первый, я реально видел, как пацаны в тапках резиновые бегали. Это правда, это не ложь. Был один парень, крутой там разведчик, он все время молчал. И молчал там. Он очень много всего видел. Такой был в себе уже. Не просто, видимо, выходить из этого процесса. Но герой там. Самое сложное слушать, самое сложное видеть пацанов, которым там по 18, по 19 лет, и понимать о том, что там мать его отправила в кроссовках. Вернее, даже не отправила в кроссовках. Мать никогда бы, я думаю, что не согласилась бы на такое. А он сам пошел в кроссовках, которые ему подарили, вот только-только. Когда мы туда приехали, это уже... Они привели жену. Это было на улице, это было, в общем, на территории аэропорта, там, где была техника военная. И был такой накрытый стол. Ну, как он был накрыт? Он как бы, понятно, что он такой был. Вообще импровизационный, импровизированный стол. Это было как в старых фильмах про войну. Когда приходят красивые жены офицеров, бойцов, завтра непонятно, что будет, а сегодня это большой праздник. И это для них было важно. И жены, они сказали, что мы вам так благодарны, мы никогда не видели, мы никогда, мы давно не видели всех такими разодетыми, такими красивыми, гражданской одеждой, естественно, жены в платьях. Вот. Вообще не страшно. А ты знаешь, если честно, ну, вот так вот ехали. Сложно понять, что это. Вроде забором, я видел вот так вот, кто там, что там. Как-то так. Ну, дома, конечно, разбиты. Ну, такое удручающее зрелище, не совсем хорошо. Должно было быть все по-другому. Женечка, это тебе, дорогой. Привет. Подарок. Да ты что? Да, да. Дорогой подарок. Национальный гвард. Братан, я тебе чекол выдам. Да, скажешь, Шева подарил. Шева, ну не Андрюха, Шева. Нет, Шева, не Андрюха. Не знаю. Не знаю, как это классно. Было, было хорошо. Было такое полное ощущение удовлетворенности и гордости, что мне за ребят и гордостью, что мы приехали, чтобы мы хоть чем-то смогли помочь. Так мы живем, товарищи. Нормально, арбузик я вот смотрю, есть там. Спрятан. Есть. У нас много чего есть, спрятали. Да? Ну, стремновато. Я не могу сказать, что прям было страшно. Ну, стремновато. Конечно, когда ты едешь туда, где стреляют, ты понимаешь, что может случиться все, что угодно, то, конечно. Но, с другой стороны, пацаны поехали туда, они умеют стрелять, они защищают тебя, а ты для них делаешь, что же ты можешь делать. Не стреляешь, но можешь помогать всем, чем можешь. То есть, поэтому, ну да, стремновато было. Я не могу сказать, что мы прям какие-то железные люди, что у нас прям нету чувства страха никакого. Стремно. Стремно. После 14-го езды, я не помню, какая следующая точка у нас была, но я помню, что у нас были воинские части, у нас были, у нас был концерт в аэропорту в Мариуполе, но там, правда, побольше уже сцены стояло. Там были, скажем так, не настолько полевые условия, но хотя же там, что там, в принципе, энергия была одинаковая. Честно говоря, для вас весь вечер на этой сцене студия «Квартал 95». Ну, мы будем стараться, а от вас просим только аплодисменты, больше нам ничего не надо. Добро пожаловать в вечерний «Квартал». Мы начинаем, поехали. Там честно как-то, там, наверное, другое-то самое. Очень сложно оттуда возвращаться, причем, особенно если там пару дней, я вот там заезжаю пару дней, потом очень сложно возвращаться, а там, ну, как бы, они, как она или форма, как-то все равны, знаешь, все какие-то, а вот честные, настоящие. Хватит уже! О, понял, понял. Скажи, будь ласка, это дата народжения. Ты там выступаешь вообще, как будто бы ты, как будто тебя очень долго ждали. Ну, так и есть, но как будто бы ты туда поехал и не знаю, на крайнюю точку земли, где никогда не было ничего. Вот, и это, это такое ощущение, что все тебя очень любят. Посмотри, я вон тебе даже костюм новый купила. Вы же меня тут за идиота держите. Говори мне конкретно, какой у Лены размер груди. Ну, пусть будет пятый. Во-первых, половина из того зрителя, который там был уже сейчас в живых нет. Во-вторых, там пацаны с горящими глазами. Я не знаю, есть ли это юмор, который дает столько сил и энергии, или там просто общение между нами тогдашнее, то это супер. Я думаю, что мы занимаемся хорошим делом, а им дай бог здоровья. Лена прекрасно поет песню про Путина. Лена, давай! Я думаю, что есть моменты. Мне очень приятно было смотреть, какая дорога туда ездит. Очень много людей туда, Саня Паложинский, то есть очень много людей, которые ездят и хочется быть тоже в команде где-то рядышком, приезжать постоянно и поддерживать, потому что им это необходимо. Люди, мы помогаем, чем можем, и парни, которые там, говорят, людям, которые в этом ничего не соображают, нечего там делать. И сказали, так неудобно, что вы здесь, вот, а мы там все, и как-то это все. Они сказали, это как раз их была история, что они сказали, ребят, вы даже не понимаете, мы бы вас сюда никогда не пустили воевать, потому что то, что вы делаете, и показали ребятам телефоны. И на телефонах были наши песни, которые поднимали настроение, боевой дух, и они друг другу их передавали. И песни скачаны, это было безумно трогательно. Здравствуй, Вол, твой позывной клещ, спасибо за то, что вы делаете. У меня вся семья сидит у телевизора, смотрит сериалы, которые вами написаны, которые изумительный юмор, хорошие актеры. Делайте вашу работу, которую вы делаете честно, откровенно. Мы тебя поддерживаем, все будет доброе, брат. Привет, передаем вам этот флаг, этот автомобиль. Для вас, для вашего здоровья. Берегите себя. Вы очень нужны Украине. Ну, а если это как-то поможет, лучше, конечно, чтобы не понадобилось. Но если хоть как-то поможет, ну, слава богу. Ну, ты же по внутреннему ощущению помогаешь, правильно. И ты же, как тебе сказать, кто обращается, как правило? Обращаются волонтеры. Потому что волонтеры с первых дней одни из реальных спасителей нашей страны, одни из реальных воинов нашей страны. Мы давали то, что нужно было, то, что у нас просили. Вот очень много машин, я знаю, скорой помощи, они же не просто, они же гнались из Германии. Это не просто, их комплектовали специально. Юра занимался, там у нас есть Юрий Степанович, вот, один из волонтеров. Он занимался этим. Я не говорю про вот эти вот машины Оливье, просто в Новый год. Это просто прикольно было, поздравить тебя с Новым годом. Но такие там важные вещи, то, что говорили, то мы и делали. Люди говорили не только про, кстати, скорую помощь, были и просто автомобили им нужны, были они их оборудовали, джипы там разные. Ребят, отправляем вам напередок это чудо немецкого автопрома. Лично от себя желаю, чтобы она возила вас только на прививке. Пусть она вам поможет, чем сможет. Дай Бог вам здоровья всем. Берегите себя, лучше запивком на ней гоняйте. Все будет доброе. Всем привет. Наших защитников раненых эвакуировали на УАЗиках 1973 года выпуск, на которые в Украине невозможно купить амортизаторы и тормозные колодки, потому что это российское производство. Так вот, когда машину от студии Квартал 95, ребята, купили машину в Бельгии, мы ее гоним, ее 2,5 месяца растамаживает Министерство социальной политики, у них новогодние праздники, ребята, о чем речь? Война. Но 2,5 месяца растамаживать машину, и машина стоит в терминале, в том самом терминале, где потом за парковку зарядили 18,5 тысяч гривен. Это что, при помощи Квартала попало на место? Все, я на девятку, сейчас можно разберусь. Спасибо вам большое. Спасибо. Дякую 95-му Кварталу за такий подарок. Дякую за то, что хотят, чтобы нас возили на прививки. Но я думаю, самое лучшее было бы повести всю Верховную Раду на нормальную прививку. Одну для всех. Дякую еще раз за подарок. В Львове стоит 80-я бригада десантно-штурмовых войск. Та самая, в которой по сегодняшний день ездит скорая помощь с надписью «Ферри 95». И назвали, наверное, не случайно. Это от Квартала машина, которая там ездит. Сколько машин ездило? Если Юзик стеснялся писать, что он Юзик на машине, он писал «Спичка». Так мы его любя называем. «Спичка». Да, он на «Спичку» мало похож, но мы же юмористы. Славян. Командир 1-го батареи, у нас есть 2-й бригад. И надо делать 2 вещи. Або заклее было мое. У нас заклее для того, для наших дальнейших дій, для наших подальших перемог. Хочу сказать еще раз. Вы сегодня вручили Стёпе медаль. Віднаку 72-ї бригади имени «Чорне Запорожця». Вы, на жаль, ушли уже всему вашему коллективу. Геннен Яник вписывал пофамін. Я вписывал одну для всего коллектива. Так как нас. Вы все делаете для нас, для нашей страны. Дякую вам за этот концерт, за ту материальную помощь. Ну и что хочу сказать. Все равно перемога будет за нами. Потом был концерт «Страшнючий в госпитале». Это было, ой, даже не помню, что это было. Было жёстко. Было жёстко. Конечно, жалко было тогда очень много ребят побитых вообще. Мы зашли, посмотрели на это всё. Поняли, что надо помогать. Здорово, пацаны. Парни, поздравлю. Парни, поздравлю. Парни, поздравлю. В следующий раз встретимся на Пивасе, окей? Страшно ездить в госпитале. Это страшно. Это то, что мы ездили, мы много проехали. Вот. И с разными там людьми, с тяжёлыми, с очень тяжёлыми в общем. Полноценными, но не целыми. Вот это страшно. Сталко, что мы, конечно, в таком месте, но ничего страшного. Всё, кровь, послушайте. Знюхай. Знюхай солнце. Здорово! Мне кажется, сегодня важно, чтобы всё закончилось. Потому что вот мы встречались, как Жека сказал, не в госпитале, а встречались в нормальных местах. Ну, желательно, по ту сторону экрана, а мы по другую сторону. Ну, для этого надо много всего, наверное, сделать. Чистяне, чистяне, ребята, чистяне. Чистяне, чистяне. Чистяне, чистяне. Привет. 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 Ну, я ещё здесь. Вон, сейчас, мол, вы с шуткой идёте. Да. Два фотографии, да? Да. Интересный был автобус ещё был наш, который в «Слуги народа» был. Да. Мы же его отдали туда тоже парням, и он ездил и показывал кино. О-о-о. Да, да. Атошников приезжал в разные части, приезжал на передовую. Как-то вообще. Мы оборудовали там звуком специальным, чтобы можно было спорить. Это прикольно. И было принято решение «Слуги» непосредственно, что мы его переоборудуем в передвижной кинотеатр задолго до всех предвыборных компаний. Ну, я бы хотел, чтобы закончилось это победой. Прежде всего, потому что, ну, нельзя. Да. Есть там позиция, что нужно где-то, как-то, куда-то, что-то им… Ну, это не те люди, которые закончат вот так. Это надолго. Ну, нужно побеждать. Ну, надо как можно быстрее это делать. Потому что, ну, уже нет сил. Пять лет это все идет. Люди мучаются. Уже люди выросли. Они же там уже насрали в головы так, молодежи, которые на той территории… Я же не знаю, что теперь с ними делать. Если бы ему было десять, через пять ему уже пятнадцать. Через два года они его заберут в армию. Он будет против нас воевать. Ну, короче, это какой-то дурдом. Поэтому, как по мне, как можно быстрее это нужно заканчивать. Я хочу, чтобы меня, моя младшая дочь… Варя сейчас спрашивает меня там… Папа, почему мы там… Почему у нас такая ситуация в стране? Почему у нас война? Я ей объясняю, почему у нас война. Так вот, я хочу, чтобы дети младшие ее возраста, допустим, Серафима, допустим, которой четыре года, чтобы она выросла и… Не то, что не говорила об этом событии, а просто… Для нее она была как победное событие для Украины. Наша страна собралась. Собралась. Объединялась. Очень классно, что мы объединенные, говорящие люди вдруг на разных языках, в одном окопе. И как это вообще… Все поняли, кто на самом деле украинец. В натяжении нервы Вот-вот разорвутся Приникаем к экранам Стоит только проснуться Как дела на Востоке? Где смогли закрепиться? Или танки Таманской Переходят границу? За лесами, лугами, где всегда встает солнце, Куда прямо с Майдана в бой ушли добровольцы. Верю, что не напрасно пуля жизнь оборвала, Ведь любовь не угасла, и душа не пропала. Мы теряем рассудок О войне разговоры И в пути трое суток И не спят волонтеры Собирали всем миром Каски, бронежилеты Пока кто-то пайками Торговал в интернете За лесами, полями Улетит мое сердце Где отчизну с боями Защищают гвардейцы Танк сгорел под попасным В плен надежда попала Но любовь не угасла И душа не пропала Разрывается сердце От разрыва гранаты Но одеты не в перцы А в костюм депутаты Где неправда истоки За державу обито Ведь войну на востоке Называют гибридной Подошла ко мне дочка Забралась на коленки В сарафанчик, в цветочек И в косичках две ленты Рыжий заяц под мышкой А улыбка как солнце И спросила малышка Пап, а когда мы проснемся? Да, кстати, чуть не забыл Вот пост Зеленского От 2014 года Именно тогда, когда наши воины Уже попали в окружение В Иловайске Вы можете остановить, почитать А также вы без труда можете найти И почитать о том, что пишут О действиях вашего любимого Петра Алексеевича Ненаглядного Гетьмана В тот момент Подписывайтесь на канал И делитесь видео Пока